панорамная камера видеонаблюдения ты можешь ее приобрести уже в украине на магазине smart хата интернет-магазин по ссылке под видео и закрепленном комментарии сразу переходи оставляю ссылку в украине она уже есть и также на алиэкспрессе ты можешь ее заказать в интернет магазине анбеакс также ссылку я оставляю в закрепленном комментарии сразу выбирай клика переходи смотри актуальную стоимость на сегодня ну и смотри видео первый раз я ее держу в руках при тебе буду подключать добавлять на приложение и будем смотреть как эта камера работает эта камера с приложением ipc 360 home вот ее модель dual lens security камера идет 8 мегапиксельная версия имеется ввиду что камера имеет 2 2 матрицы по 4 мегапикселя есть вариант заказать 6 мегапиксельную версию это будет по 3 мегапикселя каждая камера модель f4 можешь заказать с картой памяти продавец укомплектует тебе или же свою использовать не ниже 10 класса поддерживает карты памяти объемом до 128 гигабайт максимально инструкция и уже встречали вы на просторах алиэкспресс вот такие вот камеры они идут разные идут с приложениями айси си и приложение айпи си 360 хом они нес несовместимы эти приложения поэтому выбираешь стоит у тебя айпи си 360 хом смотри чтоб камера была именно для твоего приложения цветная инструкция хорошая стоит ознакомиться тут приложение как устанавливать не тяжело все это делается как подключается камера все это очень классно инструкция очень полезно попробуем подключить без инструкции на пару камер именно панорамных делал я видео но в таком корпусе еще у меня камеры не было на видео стандартный блок питания 12 вольт там 2000 миллиампер написано но навряд ли на полтора где-то или один ампер вполне хватает этой камере для работы кронштейн муфта на rj-45 крепежный элемент камера если уже муфта на rj-45 есть то может работать по кабелю и по вайфай это универсальный вариант вайфай антенны такой вот корпус прикольный камера полностью защищенная ты можешь ее использовать под открытым небом идеально когда где-то под скатом крыши под навесом под каким-то но если нету свободно ты ее можно открытом столбе прикрепить не боится она осадков пластик проверенные годами мощный выдерживает и жару выдерживает морозы и вот так выглядит камера по идее здесь литье под инфракрасный датчик движения скорее всего в таком корпусе есть варианты камер с 4g с поддержкой sim-карты мобильного оператора но в нашем случае вайфай и кабель слот для карты памяти которую можно уже сразу же и установить перед подключением камеры желательно карту памяти извлекать и устанавливать при том когда камера выключена отключен блок питания и там же кнопка сброса к заводским установкам вона на которую удерживаешь сбрасываешь камеру если хочешь ее переподключить продал кому-то динамик микрофон есть ночные режимы есть видим мы раз-два-три-четыре и к светодиода и белых 6 а здесь двойного назначения внизу стоят и к лет светодиоды то есть инфракрасные белый напополам эти чисто белые эти чисто инфракрасные за угол захвата 180 градусов этот панорамный вариант камеры то есть это по сути две камеры в одной которые смотрят в разные стороны и ты получаешь склеенную картинку очень широкую интересный кронштейн перенаправлять камеру практически можно под либо любым углом удержав подкрутив а там есть для удержания гайки втулка подкрутив винт мы фиксируем жестче отпустив вот вращается вот этот вот элемент кронштейна свободно то есть ты можешь менять угол с нормальных диапазоне в нормальных пределах прикручивается на штативную резьбу втулка со штативной резьбой стандартной втулка металлическая в камере есть элементы фиксации направляющая какая-то вот есть также и кронштейн универсальный видите вы что можем мы на к на стену его крепить и можно использовать также потолочное крепление если вам нужно винт с барашком также здесь мой из мощного пластика сделан то есть вопросов как бы наверное к этому нету если физически не насиловать этот кронштейн то будет он работать без проблем пластики эти уже проверены резиновое кольцо для не знаю для чего может для гашения для уплотнения чтоб хорошо прижимался он не знаю даже напишите в комментариях зачем здесь вот это резиновое колечко уплотнять здесь герметизировать нечего как бы вот так хорошо плотно устанавливается с колечком с колечком никак бы не прилягает а больше это колечко и некуда так-то не не прижимается но может и прижмется нужно разбираться пишите в комментариях ваши идеи не совсем понятный момент по кронштейну ну здесь дело техники уже и твоей фантазии можно таким вот образом прикрепить его и наверное еще можно обратной стороной вот таким вот образом прикрепить но тогда резиновое кольцо будет уплотнять вот этот наверное люфт ну как бы странное странное решение наверное какое-то универсальное пишите ваши ваши идеи в комментариях вот так вот ну и если резиновое кольцо ну каким-то образом наверное будет уплотнять скорее всего она уплотнительная да и все и тогда камера будет кронштейн выглядеть вот так кронштейн при таком креплении выдвигается больше назад подключаю камеру и я так понимаю первое подключение можно сделать и по вайфай и по кабелю это уже как захочешь сделал подключение по кабелю по вайфай подключил кабель от роутера камера адаптируется на работу по кабелю открут отключил кабель сразу автоматически она подтянется назад на вайфай роутер по вайфай блок питания подключил включил в розетку 220 подключаю смотрим за действиями индикатор синим горит блок питания работает на отводе кабеля индикация мигает но кабель не подключен индикатор красный какой то есть вот мало заметный с этой стороны индикатор именно работы индикация камеры если что вдруг какие-то моменты подождали немного подключили открыли заглушку нажали кнопку и удержали более 10 секунд или до звука но кажется камера уже сброшена но есть моменты бывают что продавцы присылают не сброшенные камеры мигание пошло красного индикатора захожу на приложение ipc 360 home вот она желтая иконка там попросит регистрацию простая регистрация почта и и все добавить устройство список устройств пустой у нас здесь камер нету если будут камеры то будут у тебя камеры добавить устройство разрешить спрашивает там камера в локальной сети разрешайте все да и сразу выбегает вот qr-код и что уже считала блин и qr-код уже считалось наклейки на камере вот qr-код с айди номером мой свет миг вспыхивает красным далее до подключение происходит через точку доступа на прямую камеру камере смартфон делится паролем вайфай роутера с камерой и такое автоматическое подключение ты сидишь просто наблюдаешь за процессом какой выбрать роутер предлагает тебе список сетей доступные роутеры и прописываешь пароль вайфая но вот 5 гигагерц не поддерживает вайфай имей ввиду 24 только доступен прописал пароль роутера жду окей камера пошла подключаться без голосовых сопровождений но вот такие вот звуковые сопровождения имеются а голосом сказала камера ready выключил я камеру и как раз она это сказала женским голосом ну и ждем просто инициализация устройства автоматические полностью подключение вообще вопросов нету присваиваете имя где камера находится на открытом воздухе подтягивает вам пруд так как у меня лужа там ну правда вы подсохла немного будем пруд назовем ее назовите а это место расположения а назовите ее же дальше опять в имя ей присвоите камера пруд готова и уже в сети открываю ее и вот камера можно отдельно смотреть две картинки получается с двух камер ну да это неплохо и кстати качество очень таки очень таки приличное качество с одной камеры уже идет широкоугольная картинка это вот видно по по удлинителю вот с розетками он немного имеет немного рыбий глаз но это хорошо две широкоугольные камеры смотрите более четкое режима в режиме полноэкранного режима то есть здесь здесь все идут подсказки и уже и звук 1 2 3 4 1 2 3 4 5 хороший звук без шипения отличный звук без помех так двойной экран выношу камеру на улицу и оттуда уже ведем наблюдение все подсказки идут разобраться будет тебе не тяжело индикации по способу подключения камеры нигде нету индикации там сигнала вайфая нету заходим в настройки хочу посмотреть показывает способ подключения камера пруд здесь основные ее информация по камере версия прошивки домашний внутренний адрес а мощность сигнала вайфай вот здесь можно посмотреть и вайфай сеть какому роутеру подключена на кабель переключить кабель от роутера просто беру и в разъем rj-45 подключаю до пошло переключение скорее всего работа по кабелю будет давайте выйдем обновим устройство возможно загружается вот переключается на работу по кабелю выход обновляем а хотя здесь вот значок вайфая есть заходим настройки опять мощность сигнала вайфай значка уже нету но подразумевает что работа по кабелю на вайфай роутер показывает но тут тот же самый которому я ее подключил айпи адрес изменился другой присвоил роутер по кабелю когда камера в сети и нормально работает индикатор мигает таким вот образом медленно вот зеленое мигание говорит о том что на камеру никто не зашел а вот если я открываю картинку с камеры и пошла пошел трафик с камеры вот светодиод мигает быстрее если я например закрываю приложение ну вот медленное мигание зеленого светодиода говорит о том что камера в сети но на нее никто не зашел захожу активируется мигание видно сразу просмотр камеры с приложения сразу скажу что камера не имеет он виз протокола и даже не имеет вопинтерфейса забив ее внутренний ip адрес в поисковой строке браузера я ее не нашел не пускает на нее через браузер то есть у нее нет веб-интерфейса и видеорегистратор также не находит ее в домашней сети икс и маевский по непонви в протоколу не принудительно никак камеру не найдешь то есть это ее отслеживание вот этих камер только с приложения но приложение богатое различные варианты просмотров имеются удаленно ты взял с собой смартфон из любой точки мира через интернет бесплатно ты просматриваешь камеру один вариант платный это облако там кажется первый период 30 дней дается бесплатно тебе для ознакомления и через когда активно облако тогда только активируются функции камеры работы по человеку определения силуэта человека по автомобилю и по животным то есть камера будет тебе присылать тревоги именно на эти объекты это при том когда ты активируешь облака если облака не активно соответственно на него не будут писаться записи на облака только на карту памяти и не будет работать функционал именно аналитика по людям автомобилям и животным ну это перед 360 home все камеры с этим приложением имеют такой функционал и активируются только через облако не нужны тебе эти функции только нужен просмотр камеры вот в таком вот широкоугольном режиме и еще в различных дополнительных режимах вот так вот широко можно смотреть реально угол широкий реально 180 градусов камера установлена смотрит вперед а видит и лево и право то есть это очень классно и с хорошим качеством немаловажно что качество с камеры картинки очень хорошие с хорошим звуком ты можешь сделать и фото можешь и записать короткий ролик и этот ролик сохранится в папке приложения и потом ты можешь этот ролик взять и поделиться с кем угодно в соцсети там скинуть куда-то также можем выделять область работы камеры сработки по движению это все ты можешь делать и вы видели что картинка склеена и мы видим склейку только когда проезжает объект автомобиль или проходит человек вот так в реальности склейки никакой не видно вот глазу если посмотреть склейки ну не видно вообще вот сейчас если будет идти человек проезжать автомобиль то есть этот момент мы увидим вот посредине есть такая вот склеечка но это не критично для камеры видеонаблюдения совсем не критично но качество просмотра качество картинки дата время все сохраняется со звуком все очень классно на каком расстоянии различимы номера там эти все моменты не задавайте таких вопросов потому что камера не имеет зума оптического это не дальнобойный вариант это панорама это камера для тех кому нужно с небольшой высоты например но захватить широко при скачивании картинки например сохранение ее ты сможешь потом зумировать и что-то там просматривать ну вот даже такой зум вот такой вот вариант просмотра есть с потерей качества но ну что-то если нужно ты ты сможешь рассмотреть это в онлайне удаленная сейчас захожу и показываю вам видите уже там номера сыпятся то есть картинка сыпется потому что камера для этого для дальнобольного и четкого видеонаблюдения не приспособлена но посмотреть что кто-то подошел что кто-то там двигается различить человека мужчина женщина или ребенок в какой одежде все это возможно чем ближе подходит человек тем тем понятно что он больше различим ну такой вот вариант есть приближаешь чем больше приближаешь тем посмотрел вот приблизил записал кто-то зашел ты кто-то двигается и тебе его нужно сохранить тут же сохраните чтоб у тебя осталось это в смартфоне вот я именно сейчас это и делаю по сохраненным записям с камеры нажимаем мне заходим в альбом то что я записывал включал запись вот эти все записи на фото также здесь фото кстати хорошо зуммируются и хороший просмотр возможен что-то посмотреть надо что-то найти на на фото сделанном панорамное фото протаскиваешь и смотришь можно скриншот сделать то есть все действия удалить все действия можно производить смотрите в этой версии камеры пишется картинка с каждой камеры по отдельности ну кому кому это хорошо кому нехорошо версия камеры панорамной с приложением айси си там пишется чисто панорамная картинка две в одной здесь пишется со звуком одна картинка вот и тут же по этому времени пишется и 2 2 картинка да вот проезжает автомобиль и перед этим получается первая запись идет правая камера а вторая запись это левая камера ну так же можно при просмотре зумировать картинку кажется да да при просмотре можно зумировать чисто зум тут небольшой эффективности будет но показал вам как есть а там уже каждому решать но вот фото мне понравилось фото понравилось как зуммируется качественное фото с хорошим разрешением потому что при таком зумирование то есть предметы остаются нормального качества не смыленные по настройкам также все понятно и основные значки вынесены внизу основное то что тебе надо будет sd карта посмотреть зайти сразу на записи вот они записи здесь можно также выбрать ролик скачать по расписанию посмотреть по дням со звуком вот уже идет просмотр с карты памяти которую я установил в камеру подсказка что переключить режим просмотра кстати вот так можно но удобно вот с карты памяти также прикольно можно просматривать изменять режимы просмотра или две камеры отдельно просматривать или же взять режим просмотра сделать вот такой ну и также также тут скорее всего да тут зумом вариант просмотра вот зумом панорамный такой карта понятно облака понятно разговаривать можно передать в камеру нажав удержав камеры в камеру передашь какую-то фразу 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 расколоть понятно меняем режим просмотра в онлайне также и также это все с зумом с приближением который ты сам можешь выбрать или же панорамную полностью панорамный полностью просмотр или же две камеры в одной захватить включить сделать фото включить запись то что я вам записывал сирену включить и камера будет издавать звук не 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 громкий но будет там сирена звучать по движению включать белый свет или не включать авто светодиодный свет авто инфракрасный свет или же я так понимаю можно и выключать светодиоды здесь все все моменты и сортировка именно сортировать местами поменять вот эти быстрые настройки в настройки в основные входить нужно или нет в общем то мы все здесь с вами просмотрели по тревоге опять же вот этот момент по богатым уведомлением это будет активно когда ты активируешь облака зайти посмотреть недорого это стоит 7 дней хранения активируешь то есть хочешь платишь не хочешь не платишь интеллектуальная будет реклама вам выскакивать чтобы вы облака подключили попробовали но уже от вас зависит ночная картинка хорошая беспроблемная картинка что с правой камеры что с левой черно-белый вариант без засветок без смыль его ней опять же кусок вот крыши есть и картинка немного здесь засветлена потому что засвет идет от предмета желательно чтобы такого не было и тогда будет картинка у вас более четкая чтоб на пути камеры не было никаких предметов так вот так просмотр все все также все также четко и классно по ночным режимом и здесь на первый план выходит интеллектуальные способности камеры в умном режиме если я включу ее то она будет работать по движению и когда нет интеллектуальных настроек там по человеку по автомобилю по животному камера будет переходить по любому движению то есть даже едет автомобиль и просто где-то камер светят фары вот оттуда едет и будет свет фар камера уже будет переходить в цветной режим и включать светодиоды поэтому здесь бы было классно если бы по человеку можно было вставить то она по человеку и работала но тут все просто можно в постоянный поставить в постоянной цветной режим и задействованием белых светодиодов вот такая вот картинка получается вполне таки неплохая камера светит в две стороны туда светит правая суда светит левая видно на этой может за счет того что засвет идет прямо шум и сильно на этой не шумит картинка давайте посмотрим если выключить авто светодиодный свет а можно оставить в цветном режиме только без светодиодов вот такой вот вариант это сейчас она в цвете показывает и смотрите очень таки светочувствительные матрицы установлены потому что эта камера она не слепая она видит свет от фонаря уличного и это тоже видит свет то есть если здесь будет освещение уличное фонари то у вас в эта камера вполне может вот так работать в цвете ночью постоянно очень классный режим красочный без включения светодиодов черно-белый переставляем и также мы можем выключить выключить светодиоды черно-белый до черно-белый и без и к светодиодов то есть камера полностью невидимая не светит она не и к светодиодами не белыми светодиодами вот такой вот черно-белый режим ну и также видит она будет здесь освещение будет нормальная черно-белая картинка ночью ну или же цветную поставь вот эти возможности неплохие что можно отдельно светодиодами управлять и отдельно и к фильтрами управлять день или ночь делать вот эта возможность классная это все вот в ночных здесь режимах включили и к светодиоды ночной подсветки вот такой вот панорамный вариант камеры по сути два в одной как я вам говорил все показал что возможно я думаю кому нужна такая камера именно на одном месте две широко снимать на одном приложении будет у вас несколько таких камер на этом приложении сможете вы просмотр устраивать их одновременно одновременно устраивать из вот они здесь будут у вас независимо где они установлены через интернет вы будете их видеть одна дома другая на даче третья в гараже четвертая там в селе где-то и одновременно вы сможете их просматривать с одного приложения при условии что камеры поддерживают приложение ipc 360 home не не забывайте что приложение все камеры совместимы и не все приложения совместимы здесь нужно консультироваться со мной можно консультироваться в телеграм подписывайтесь ссылка в телеграм в закрепленном комментарии в описании под видео ссылку на камеру в украине на смарт-хате оставляю также у меня есть в продаже по цене алиэкспресс если что и также ссылку оставляю на алиэкспресс кому удобно заходите с алиэкспресса доставка все работает и недолго всем удачи до следующих видео